Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня у нас заключительное занятие университета рабочих корреспондентов. Как всегда, у нас остающие подтягиваются. Проходите. Университет рабочих корреспондентов. Занятие проводит доктор философских наук, профессор Владимир Петрович Огородников. Дему занятия озвучите более точно. Так, уважаемые товарищи, тема сегодняшнего нашей встречи, так скажем, это классовая сущность национализма. Тема всегда была актуальной, как вы хорошо знаете, но сегодня она приобретает особенную остроту. Поскольку, вы знаете, определенные события на Украине, да и в нашем отечестве, включая последние приключения с рублем, они волей-неволей заставляют нас задуматься над причинами происходящего. Ну и что нам наше руководство по этому поводу рассказывает, да? Ну, по поводу Украины. Национализм, фашизм, и вроде все правильно. Но, надо выяснить, а каковы основания национализма, почему это вдруг с пола какой-то пошел национализм, то тут, то там. Ведь, вы знаете, что национализм – основание всех так называемых оранжевых революций. Получается, да? Удивительная вещь. И в разных регионах, и для разных национальностей. Вот. И почему, и чем он инспирируется, и, казалось бы, доходит до абсолютной дикости. Странно, когда видишь вот эту толпу скачащих на одной ножке украинцев, и кричащих, кто не скачет, тот москаль. Средневековье какое-то. Ну вот, что это так вот удивительным образом нам это вызывает некоторые даже отры. Как 21 век на дворе. Но включаешь телевизор, и там очередная гадалка, экстрасенс, тримает с глаз, привораживает любимого, отвораживает нелюбимого, вот, снимает порчу, вот, поправляет ауру. Ну, в средневековье везде, на всех информационных фронтах средневековья. Кому это выгодно? Да, это вот, так сказать, принцип римского права, кому выгодно. Он очень хорошо работает для раскрытия истинной тайны. И вот национализма, и вот этого средневекового мракобесия. Ну и, конечно, вот этой, так сказать, благостной религиозной пропаганды, восстановление церквей. При том, при всем, когда у нас, значит, производящая промышленность скатилась все, так сказать, за исключением строительства, пожалуй, да, неуклонно вниз, деиндустриализация происходит. Это тоже что такое? Откат явный назад, да? Возможно ли это? Деиндустриализации нет. А? Деиндустриализации есть, а деофилизации пока нет. Да. Так вот, значит, а в то же время у нас количество долларов, миллионеров и миллиардеров на душу населения в России, знаете, вполне сопоставимо с таким же количеством на душу населения, миллионеров и миллиардеров в Соединенных Штатах Америки. А по производительности-то труда они, ох, как нас обогнали. В чем же дело, да? Кому опять выгодно? Ну вот, если, ведь всегда обращаясь как-то к истории проблемы, национализм, очень связано с этим понятие фашизм. Национализм, я думаю, более широкое понятие, фашизм – это вариант национализма. Ну и фашизм нам как-то, вот как более конкретный вариант национализма, более знаком не только по нашей Великой Отечественной войне, где мы прямую столкнулись с фашизмом, да, и с теми людьми и дивизиями, которые прямо себя, так сказать, именовали таковыми. Ну и если мы рассмотрим историю фашизма, начиная с итальянского фашизма, с чего все это началось, во имя чего, кем начиналось, кому это было выгодно. Ну вот, в частности, исторически первым, в 20 веке, конечно, фашизм был провозглашен даже в качестве государственной, так сказать, идеологии в Италии. Но с чего это все началось? Вот первые фашистские, я готовюсь к сегодняшнему выступлению вообще по этому поводу, посмотрел некоторую периодику, узнаю в памяти, вот, вот, вскоре после окончания Первой мэровой войны в Италии возникают первые фашистские организации. Что интересно, первоначально эти фашистские организации были объединены, тут уже возникали программы, устав, были теоретики, которые это писали, и любопытно ознакомиться с этими программами. В программе, например, говорилось, даже уже объединенной фашистской партией Италии, ну, это, значит, вот, программы после Первой мировой войны сразу в Италии, да, 20-е годы, это вот становление как раз фашизма. В Италии уже примерно 25-й год, это уже, так сказать, пик организации, когда становятся это все более государственные идеологии. И вот я хотел сказать, программа, да, некоторые элементы программы очень интересны. Значит, необходимость установления 8-часового рабочего дня, всеобщего права, прямого, равного, избирательного права для мужчин и женщин, свободы печати и равенства национальностей. Удивительные вещи для фашизма, да? Как в Марсалине начали было левое и социалист. Ну, да, ну, вот, ну, так, социалист, социалист, но национализм-то, понимаете, вот, равенство национальностей, понимаете? Равенство национальностей, мы этот же тезис находим и в зарождении фашизма в Германии. Вот, и тоже, так сказать, ведь благоденствие обещает фюрер народу. И вот народ, который дал миру и замечательных композиторов, да, и замечательных ученых, включая и Карла Маркса, конечно, и Фридериха Эйнгеса, безусловно, тут нельзя не упомянуть, да. И он поддался, казалось бы, вот на такую дешевенькую вроде провокацию. Вы будете властелинами мира, вы достойны этого. А неарийские народы, вот люди другой этнической, подчеркиваю, принадлежности, они должны быть рабами, будут рабами, и все вы будете господами. И вот уже оловянные глаза, и целые стадионы приветствуют, и мы можем это посмотреть. Сейчас это есть, даже на дисках выпустили, потом, как они кричат, зихай. Ну и вот когда все-таки мы победили во Второй мировой Великой Отечественной войне, казалось бы, так вот все эти фашистские всполохи пошли на спад. Да, но я начал говорить, кому это выгодно, кому выгодно. Так вот интересно, в Италии, я уже программу так, основные пункты перечислил, вполне социалистические, очень корреспондирующиеся с программой даже большевизма, вот нашего, конечно, безусловно, вот удивительное совпадение. Но как только фашизм приходит к власти в Италии, упоминать об этих первых программах было даже запрещено, даже видным деятелям фашизма. Вот, так сказать, как вот. Мы сначала выйдем. Ну, а в Германии что происходит? Ведь вначале, вы знаете, так не очень-то президент Германии, старый Гиндербург, хотел привести к власти Адольфа Гитлера. Он даже клялся, что не допустит к власти этого австрийского эфрейтера, как он его любил называть. Ну, а потом ему более опытные товарищи, хоть и более молодые, объяснили, что это единственная альтернатива коммунизму. То же самое и в Италии произошло. И уж если бороться и искать популярную, более популярную идею, чем коммунизм, или хотя бы равнопопулярную, но раздуть ее, да больше, то это, конечно, идея национального превосходства, которая, безусловно, поднимет нацию. И вот тут возникают вот эти все терминологические трудности, которые до сих пор сохранились. Нацию или национальность? Одно ли это тоже? Национальная проблема. Национализм – это производная от нации или от национальности? Вот по этому поводу уже у нас в нашей марксистской литературе и в теории были хорошие наработки к моменту уже подъема итальянского фашизма. Эти наработки касаются трудов Маркса и Энгиса, хотя прямо вам скажу, что здесь еще такой разработанной концептуальной схемы мы не найдем. Ни у того, ни у другого. Ну, я, во всяком случае, не нашел. Плохо искал. У Владимира Ища Ленина есть указание на то, что нация – это неизбежный продукт капиталистического этапа развития. И Ленин прямо связывает появление нации с консолидацией экономической многих национальностей в масштабах одного буржуазного государства. И тем самым подчеркивает существенное различие между нацией и национальностей. Ибо нация – экономическое единство, а национальность – этническое, кровно-родственное единство. Особенно, вот я об этом буду, может, более подробно говорить послезавтра. У нас встреча будет по случаю, ну, своеобразного юбилея Иосифа Сирионовича Сталина. Ну, не могу, конечно, и сегодня не упомянуть, что Сталин ведь не случайно среди большевиков уже считался, так сказать, знатоком по национальному вопросу. Ну, и вы знаете, он был и нарком по этой проблематике, нарком по делам национальности, народным комитетом, да, по делам национальности, так он назывался, при первом советском правительстве. Сталин особенно, так сказать, пристально смотрел на эти вещи. И почему? Да потому что вот проблема пролетарского интернационализма, как классовый подход, как раз и требует разрешения вопросов, что такое национальность, нация, интернационализм. Это, опять-таки, от чего? Производное от нации интернационализм или от национальности интернационализм? Это, как говорят в Одессе, до сих пор две большие разницы. Значит, и вот занявшись этим вопросом, особенно вот здесь в первом таком фундаментальном труде Иосифа Сирионовича, который вышел в свет уже в 1913 году, Сталин прямо пишет, вот я цитирую, «Нация есть исторически нация, исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры. Только наличие всех признаков, взятых вместе, дает нам нацию», пишет Сталин. В дальнейших работах, а он, это его, так сказать, исходная, можно сказать, большая работа, это как раз марксизм и национальный вопрос. В дальнейшем Сталин уточнял, делал вот эти акценты между уже высказанными составляющими нации, общность языка, территории, экономической жизни, психического склада. Что же здесь с системообразующим центром? И Сталин совершенно справедливо указал на то, что системообразующим центром, конечно, тут является общность экономической жизни. То есть, вот и в условиях капитализма, это, конечно, создающаяся нация, опирается на единое систему хозяйствования, государственно управляемое. Вот основа. И нация-то, словом, пишет Сталин в другой работе, перегородок между национальностями, различая прямо нацию и национальности. А у нас вот и сегодня как-то не различают это дело. И этим ловко пользуются те, кто различают, но пытаются это различие затушевать. Значит, еще раз повторяю здесь, так как у нас вроде как такой элемент партийной учебы, значит, повторяю. Главное для национальности кровно-родственное, сейчас бы мы сказали, генетическое единство, для нации экономическое. Заметьте, все то, что перечисляет Сталин в отношении нации, это общность языка, помимо экономической жизни, территории прозывания, да, и даже общность культуры, это все не является признаками национальности. Ибо одна и та же национальность, классический пример, евреи, расселившись по земному шару, представители даже очень кровно-родственных кланов, так сказать, говорят на различном языке, проживают, естественно, на разных территориях. И в связи с тем, что они проживают на этих территориях иногда столетиями уже, а не десятилетиями, то, естественно, они ассимилированы в культуру той нации, где вот они проживают, той культуры. Значит, культура и, так сказать, какие-то приоритеты, ценности, духовные, скажем, ориентиры, у них очень различны от их ближайших родственников, которые живут. Вы знаете, есть такой близнецовый метод генетики. Так вот, выясняется сходство, бывает так, случается, близнецов, у меня, кстати, тоже дочки-близнецы, интересный такой момент, разлучают в детстве, в раннем, и как-то вот судьба их, что называется, разносит по разным странам. И живут они друг друга не зная, не ведая. И потом через много десятилетий даже, в возрасте преклонном были такие случаи, встречаются. Ну и что обнаруживается? Говорят они на разных языках. У них разные какие-то ценности. Одна там любит классическую литературу, другая, может быть, более примитивна в этом отношении. Она почти что и не читает, а любит потанцевать всю жизнь, в основном развлечься таким образом и отдохнуть. И вот все эти моменты, тут уже, заметьте, кровное единство налицо, одноицовые близнецы, большего кровного единства мы нигде не встретим, не найдем. И глубочайшее различие во всех тех признаках, которые представляют именно нацию, а не национальность. То есть территория, культура, язык, даже немножко разные в психическом отношении, хотя здесь общности все-таки находится больше. Но что вот ищет обычно близнецовый метод генетики? Вот склонность к определенным заболеваниям, скажем, простудным заболеваниям. Устойчивость к гриппу, еще что-нибудь. Вот здесь наблюдается совпадение. Манера себя держать. Тембр голоса, ну так же, как свет глаз, волос, тембр голоса. Это, понимаете, фенотипические, как говорят биологи, признаки внешние, которые детерминируются, определяются генотипом. Так что вот то, что определяется генотипом, у них сходно. А то, что определяется социальной жизнью, у них все различно. И то же самое, я почему вспомнил, тоже можно привести различие. Национальность, кровно-родственное, генетическое единство. Значит, что к нему не принадлежит, к этому единству? Какие признаки? Все, что выходит за пределы генотипических характеристик. А ведь человек-то существо социальное. Поэтому для человека существо разумное. Для него главное, как вы понимаете, не кровно-родственные какие-то основания. А вот приобретенные личностные характеристики. Как раз. Вот это как-то забывается. Ну а теперь посмотрим о личностной характеристике для нации. Нация, что абсолютно единая. Если нация действительно объединена экономической жизнью, объединена языком, культурой. Даже особенностями психологическими какими-то моментами. Или склонностью, скажем, болеть за футбол в основном. Или больше склонность читать литературу. Да, в целом. Усредненно. Это объединяет нацию. Но главное, конечно, экономика, естественно. Ну а вот что разделяет нацию? Что разделяет? Вот это старательно затушевывается. И почему затушевывается? Что ее разделяет? Да разделяет ее классовые отношения. То есть принадлежность к определенному классу. Вы понимаете, что эти близнецы разделенные, они могут в конце концов попасть в разные классы. И тут уже различие будет еще более глубоким. Несмотря на такое генетическое совпадение. А вот это различие между классами, оно и создает ситуацию, когда пытаются перевести все варианты и формы классовой борьбы, классовых столкновений в эту плоскость национальности, этническую плоскость. И списать все негативы в данном случае буржуазного общества, как говорим о национализме и фашизме, на что? На недостатки определенных каких-то, понаехали тут разные представители национальных меньшинств. Ну и на Украине это классически проявилось. Вы знаете, что первые лозунги на Майдане были какие? Против олигархов. И нам показывали золотые унитазы, на котором сиживал Янукович. И все, конечно, громить надо, что безобразие. Народ вот с хлеба на квас перебивается, эти сволочи. Но олигархи, конечно, почувствовали явную опасность. Такое родо. Это до революции недалеко. Ну и подкинули старую карту националистическую. Смотрите, как сработало. Как здорово сработало. Так же, как и в Германии, я говорил. Вот просвещенный народ, вроде культура, традиции, знаменитая педантичность и выдаренность немецкая. Куда они все делались? Превратились в угол тела убийц, насильников. Понимаете? Как это можно измениться? Под воздействием только вот такой националистической идеи. Это удивительно. Удивительно. Но, заметьте, именно такая легкость переворота и превращения делает удобным националистическую карту во всякой борьбе. Вот мы говорим все о ком-то. О немцах, об итальянцах, в конце концов, о украинцах. А если посмотреть на нас. Мы тоже ведь склонны к этому. Нация наша. Как любил Борис Николаевич говорить, россияне. Ну, можно использовать этот термин, если его уточнить. Для определения нации. Не русские – это национальность, а россияне. Так вот, вы знаете, вот я вспоминаю, даже всегда привожу в пример на лекции, когда у меня касается вот этой проблематики. Эпизод. Весна 91-го года. Идет агитация предвыборная выборы первого президента России. Вы знаете, присутствующий прекрасно знает, сколько там было претендентов и кто именно. Некоторые живы поныне здравствуют. И я иду еще в высшая партийная школа жива, где мы с Александром Сергеевичем работали. И я иду по набережной из Таврического дворца к себе домой, по набережной Невы, прохожу мимо Дворцовой площади. И я не знал, там чуть ли не каждый день тогда были все это митинги, всякого рода хорошо организованные и продуманные. И вот очередной митинг, многотысячная толпа, там что-то такое ревет, что-то там выкрикивают с трибуны. Я решил просто послушать, о чем там речь. Я понимал, что это предвыборное что-то, но за кого? Ясно, за Ельцина, как вы понимаете, все было брошено. Тут уже классовый интерес, тут не по национальному признаку, в отношении национальности. Национализм еще раз, это вот подчеркивание кровно-родственного, этнического, генетического превосходства национальности. Это уже тут не было. Тут явно классовый интерес, но как-то еще даже плохо закамуфлированный. Хотя подавалось-то каким образом? За демократию, не за какие-то классовые интересы. Якобы за демократию. Против тоталитаризма, тоталитарной системы. И вот я выхожу на эту площадь, на дворцовую. И в этот момент митинг, оказывается, уже закончился. И там последний лозунг выкрикивает, ну не лозунг даже, а скандирует, но это обязательно начало и конец, всякий психологический момент. Как говорил Ницше, и это стало руководством и для фюрера, и для Геббельса, толпе нужны не рассуждения, не лекции, а жесты. И вот один из жестов, но не обязательно жестикуляция, а вот какой прием использовал, да, ораторский, чисто ораторский, который фюрер тоже применял, хорошо. Вот с трибуны там кто-то, потом выяснил мой бывший комсомольский приятель, все они пошли туда, конечно, во власть, толпами, да. Мы с вами можем назвать целый ряд наших бывших знакомых, приятелей. Он выкрикивает, Ельцин, Ельцин, начинает скандировать, и толпа подхватывает, и вся площадь ревет, Ельцин, Ельцин. Ельцин, и кажется, Александрийский столб начинает раскачиваться в такт этому. Я смотрю вокруг, вы знаете, вот тут я опять вспомнил Пушкинское. Кто жил и мыслил, тот не может души не презирать людей. Кошмар! Это мои ленинградцы. Да, это вот такой-то цвет нации, да, не национальности. Это мои ленинградцы, интеллигенты, и соловянными глазами они повторяют за этим аратом, Ельцин, кричат, а мне слышится, ца, Дзик Хайль, Дзик Хайль. Вы понимаете, это вот тот же самый фашистский путь, кошмар. Я пришел к жене, говорю, этот кошмар какой, да. Вот, что делается, они нас поведут так. Легко было в тот момент дать такой поворот. Вы знаете, были такие партии, которые хотели этим воспользоваться, да, безусловно. Вот, но вот оголтелый фашизм, вы же понимаете, в нашей стране плохо проходит, вроде бы. Хотя Украина, что, меньше пострадала, скажем, во время Великой Отечественной войны, что ли? Ну, тоже, да. Сказали, а там проходит, а вот там вот поводили по пустыне, и нашу молодежь тоже поводили. А по пустыне, вспоминаем, библейские, да, Моисей поводил по пустыне. Ну, сколько у нас поводили, чуть меньше 20 лет, и это уже хватило, чтобы все забыто. Вот, и неинтересно изучать, да, что-то. И вот это индивидуализм, который тоже, как ни странно, вроде фашизм, это что-то такое коллективистское. Да, потому что это надо факельные шествия, это надо какие-то речевки там, какие-то прыжки, вот эти на одной ножке, да, и еще что-нибудь, это массовые действия требует, да. И в то же время сочетается это удивительным образом с крайним индивидуализмом. Значит, и здесь вот я хотел еще что сказать по этому поводу. Да, вот интересный действительно национализм получается на той же Украине. Вы знаете, что национализм, фашизм в особенности, а мы все повторяем, наши средства массовой дезинформации повторяют эти лозунги. Фашизм, фашизм, да, вот и фашизм. Ну, фашизм, вот, своими приметами, основными, может быть, постулатами имеет два момента. Это антикоммунизм. Ну, на Украине это совершенно очевидно, да, проявляется. Вы знаете, из Рады изгнали коммунистов, в общем, и они не прошли. Вот, антикоммунизм. Ну, а второй момент, а? Да, а второй момент, антисемитизм. И вначале, вначале было, но обязательный для фашизма-то. Обязательный, во всяком случае, для всех вот предшествующих вариантов фашизма. А тут, смотрите, вот этот самый пресловутый Коломойский, председатель всеукраинской еврейской общины, и вдруг возглавляет, значит, не возглавляет, виноват, а субсидирует, организует эти батальоны, да, которые там совершенно такими вот действительно нацистскими методами пользуются, методами выжженной земли, истреблением мирного населения и так далее. Устрашение. Вот, так сказать, какой тут антисемитизм, если еврей, и даже председатель всей украинской еврейской общины возглавляет, так сказать, это движение. Какой тут может быть антисемитизм? И антисемитизм как-то вроде так и не обязателен. Но если мы посмотрим на немецкий фашизм, по этому же вопросу, там уж антисемитизм вроде явный, очевидный, вполне. Эти еврейские гетто, там это уничтожение, массовые расстрелы, там, ну, мы можем тысячи примеров, Бабий Яр и так далее привести в подтверждение этого, да, антисемитизма, связанного с немецким фашизмом. Но, заметьте, политика самого фюрера и его правительство по отношению к богатым евреям. Экономический ценный еврей. Да, экономический Ротшильд. Вот главный дом Ротшильдов. Не тронули. Не тронули. Почему? Ну, кто же будет кусать руку, которая кормит ее, да, или пилить сук, на котором сам сидишь? Ну, другой вариант. Значит, здесь вот такой антисемитизм, но, оказывается, очень регулируемый, дозируемый. Так что удивляться не приходится. Вроде бы все так и должно быть, да, повторяется. Ну, а теперь вот еще один момент, очень важный. Национализм всегда выставляет себя вот в качестве поборника патриотизма еще. Всегда. Потому что мы, вот, ну, тут, правда, термины опять смешиваются. Там, мы за единство нации, на самом деле национальности, а не нации, да. Мы, значит, вот за единство, там, Украины, да, целостность, территориальную целостность, независимость Украины, да. Это все патриотические лозунги, да. Они были свойственны всем фашистским режимам. Вот тоже вот эти патриотические лозунги, и под этими патриотическими лозунгами не обязательно, кстати, фашистские, да, режимы. А вот, вот это, что объединяет нацию, действительно, не национальность, а нацию. Внешняя угроза. Что может примирить временно-классовые противоречия? Внешняя угроза. И вот, вы знаете, вот сейчас очень много говорят и пишут о Первой мировой войне, вот, заново переосмысливают ее, да. И, в общем, совершенно оттенки, ну, тут надо дать, конечно, особую оценку. Я не беру сейчас походя критиковать даже вот те переосмысливания сущности вообще Первой мировой, которую все даже и на Западе называли империалистической войной. А у нас, конечно, и действительно она была империалистическая, а теперь вот освободительная. Отечественная война называют в отношении Первой мировой войны, да. Отечественная война. Но вот ведь лозунги-то были именно такие, да, защитим Отечество. Вы помните, вот, агитация большевиков на фронтах Первой мировой войны и, так сказать, контрагитация, призыв к победе над кем, над чем. А с другой стороны, классовая братания с немцами. Мне дед рассказывал, у меня вот двоюродный, правда, родной не дожил до меня, а двоюродный дожил. Вот, и родной, и двоюродный участники Первой мировой войны, так что у нас тут нас не обманешь, да, какими-то заявлениями. Вот мой дед двоюродный, он был свидетелем и сам участвовал в этой акции братания, да, на фронте. Вот это был классовый подход, да. А это как, это же предательство Родины, это значит предательство Отечества, это совершенно явная антипатриотическая акция. Значит, вот эта патриотическая, кроме националистической карты, еще разыгрывается всегда патриотическая карта и на Украине. И вот когда вот там патриотическое движение, вроде надо защитить Отечество. Вы знаете, сейчас многие историки, политологи вспоминали еще до столетия Первой мировой войны, вспоминали признаки того, что и пытались классовому подходу противопоставить. Вон война с Наполеоном, как она объединила Россию. И там крепостной крестьянин вместе со своим барином шли, там, сказать, вместе, вот они, партизанские отряды, боролись с этими французами. Вот патриотическое движение-то выше, чем какой-то классовый подход. А потом этого крестьянина пороли на конюшне после, да, розами. Но я напоминал, когда мне удавалось, так, в лобовое столкновение с этими историками, политологами, что вот в результате нашей победы, замечательной, конечно, в войне 1812 года, явилось в полах, так сказать, революционных настроений в России. Декабрьское вооруженное восстание всякие связывает достаточно грамотный историк, политолог, именно с теми настроениями, которые появились у офицерства. Ну, и у низов. Другое дело, что солдатские-то низы с офицерством мало были связаны, увы. Вот тут класс, это различие сработало, да. Поэтому вот эта половинчатость, нерешительность, могли бы они тогда, эти ребята-декабристы, устроить нам революцию буржуазную? Могли. Были силы, но не было руководства грамотного, да, и решительного. Легко можно было царя, но того же этого, вы знаете, соответствующие произведения, исторические, документальные. Ну, вот тут был какой-то патриотизм по отношению к самому царю. Вроде царь, это, ну, помазанник Божий, так сказать, отец Отечества своеобразный, покуситься на царя этот. Ну, это, конечно, да, ну, 9 января это не на царя же покушались, а наоборот шли к нему, как к отцу. На отцы. Да, да, тогда шли, вера такая, вот. До сих пор у нас верят, что, да. До сих пор у нас ведь верят в доброго царя, ну, президента, да. А вот плохие министры, они все обманывают. Я эту передачу слышал, удивительную для меня, вот, даже по смелости высказывания юрист, я вот забыл его фамилию, к сожалению, он, значит, адвокат, доктор экономических наук его представили, фамилию забыл, извините, сейчас просто вспомнил, а фамилию не могу вспомнить. Но он говорил, что, ну, кто Путина окружает? Это в прямом мультиве, это банда воров, жуликов, негодяев, казнокрадов. А ведущая передачу, дама, она все время идет, тоже забыл, она говорит, да что это такое говорить, а тогда Владимир Владимирович кто у нас? А Владимир Владимирович у нас кристально чистый, честный человек. Она говорит, а как же так? Возглавляет банду жуликов, негодяев, там, самое, а сам, вот, ну, вот, так сказать, я думаю, ну, надо же, до чего мы дошли, до какого уровня демократии? Да, что, вот, высказывания в прямом эфире, да, думаю, да, я вот даже не знаю, решился бы я на такого зрения в прямом эфире, вот, не знаю, может быть, и убоялся, а этот нет, или это провокация, но дело не в этом. А дело в том, что вот как-то глава государства у нас, защита вот этой верхушки, это, как бы, защита отечества, получается, от олицетворения, вот, с царя начинается. И заметьте, патриотизм строится, в общем, как идеология защиты нации, а не национальности. То есть национализм, патриотизм не могут сойтись в этом, на этом моменте. А все время говорят, что вот нацисты и фашисты говорят, вы патриоты. Да нет, ребята, какие же вы патриоты. Вот. А тут на уровне нации. Нация – это интернациональное единство. И вот я начал говорить, Иосиф Виссарионович, почему он уделял, он пишет в одной работе, я вот тут пересчитывал Иосифа Виссарионовича, у меня сборник есть его, что архиважен, он использует ленинское выражение, любимое, архиважен вопрос национальный. Почему? Потому что мы никогда не решим проблему пролетарского интернационализма, если мы не решим национального вопроса, да, вот во всем многообразии тех проблем, которые включены в это понятие «национальный вопрос». Вопрос именно о чем, вот разобраться, о нации и национальности, то будет национальный вопрос. И возвращаясь к патриотизму. Итак, проблема патриотизма может ставиться только для единой нации. Сходятся при этом классовые интересы, противоположных классов, временно сходятся. То есть, вот вы знаете, национально ориентированная буржуазия, она когда национально ориентирована? Когда вот там с помещиками вместе уже, да, крепостные крестьяне вместе против французов? Потому что вот покушение на дом и тот и другой дом, баский дом и моё, значит, вот маленькое хозяйство, да, но всё же моё, мой домик, моя земля, как же, родина моя. Безусловно, покушение. То есть, и те, и другие страдают в случае этого покушения. И те, и другие что-то теряют, да, и вместе теряют, от одного врага теряют. Естественно, единый враг, что может объединить нацию больше, чем единый враг? Вот сейчас пытается человечество объединить перед единым врагом, вы знаете, один, забыл опять что-то фамилии и название, метеорит, который, значит, периодически летает, да, и, значит, всё ближе и ближе к Земле приближается, да, с каждым периодом. И, в общем, так сказать, можно предрекать такое, что, в конце концов, мы, все эти проблемы будут решены одновременно и для всех. Не лучше ли объединиться? Вот ничто не так не сближает, как общий враг. Да, так вот, может быть объединено различные противоположные классы? Могут, но это временное явление. А после победы над врагом опять разделение будет, безусловно, и таких примеров больше, чем достаточно. Я уже говорил по поводу нашей борьбы с французом, победили французы, и, опять же, помещик, который вместе воевал вроде с этим крестьянином, тут же его отправляют на конюшную породину. Вот. Этого самого крестьянина. Ну, то же самое и во всех других странах, во всех аналогичных ситуациях было. Так что эксплуатация-то продолжается, и отношения воспроизводятся. А вот, когда нет общего врага, тут противоречия начинают обостряться, конечно. И тут уже единого целого нации как-то, так сказать, не видать. Разделенность есть явная. Но ее все время затушевывают. Но заметьте, честные наши буржуа, особенно когда они сами пострадали. Они, вот я вот люблю цитировать Ходорковского нашего, да, который признался, наконец, в чем суть классовых противоречий внутри страны. И опять же, может ли быть патриотичен наш буржуа, капиталист. Вот является ли этот признак, принадлежность к определенному классу, какой-то лакмусовой бумажкой, проверкой, эталоном, каким-то критерием патриотичности или наоборот? А не патриотичность. И вот, что по этому поводу в матросской тишине, еще в первом своем заключении, из которого он, так вы знаете, успешно в конце концов был освобожден, сейчас свои миллиарды отвоевывает. Как, значит, Ходорковский пишет. Бизнес особенно крупный, а причем бороться с настоящим небутафорским гражданским обществом. Кроме того, бизнес всегда космополитичен. Деньги не имеет отечества. Он, бизнес, располагается там, где выгодно, нанимает того, кого выгодно, инвестирует ресурсы туда и только туда, где прибыль максимальная. И никакие патриотические интересы его при этом не волнуют. А если начинает волновать, он тут же перестает быть предпринимателем, бизнесменом. Понимаете? Вот это противоречие возникает. И в связи с этим, конечно же, когда возникает столкновение уже между крупными предпринимателями, то это столкновение, как вы знаете, вот тут уже надо вспомнить работу, известную Владимира Ильича, «Империализм как высшая стадия капитализма» – это апрель 1917 года, я напоминаю. Вместе с апрельскими тезисами появляется назначение вроде целевое разное, но смысл-то один. Ленин прекрасно показал, что на стадии империализма, на высшей стадии своего развития, капитализм обречен на уровень, вот мы сейчас, глобализация вышли, еще выше, чем тот период, который описывает Ленин. Обречен на что? На борьбу внутри уже одного класса, за рынки сбыта, сбыта, за рабочую силу, как мы наблюдаем, за сырье и так далее и тому подобное. И империализм просто вынужден выход из каких-то экономических таких коллизий искать и находить в мировой войне. Ну, Первая и Вторая мировая война тому подтверждение. Вот я тут был на одной конференции, организованной нашими вроде так вполне товарищами и коллегами, это дом Плеханова, там была проблема войны и мира, недавно, месяц тому назад выступал, и там выступали, международная конференция, там выступали, там из Турции выступал, из Греции выступал, ну, из Турции не коммунист был вроде, как выяснилось, из Греции коммунист, но неважно. Ну, серьезные люди, да? Да. Так вот, я вот на этом моменте закончу, правда, не очень благостный получится конец. Они все, там экономисты были серьезными, серьезно титулованные, с большими работами, вот такими серьезными. И вот они все один голос говорили, что кризис, который охватил сейчас мир, он толкает крупнейшие капиталистические державы, прежде всего Соединенные Штаты Америки, к прямому развязыванию Третьей мировой войны. И с холодной стадии переходит она в горячую. Вот до чего мы доживем с вами, предрекать тут очень трудно. Но вот попытка разрешить эти проблемы, снизить накал столкновения между буржуа в своей стране, вот как показывает Украина, она всегда, эта попытка осуществляется через разыгрывание, еще раз повторяю, вот этой национальной карты. Вот это, так сказать, превосходство генетического одной национальности над другой национальностей. И столкновение таким образом представителей одного и того же класса, социальных низов, эксплуатируемых, пролетариев. Вот у нас много сейчас говорят о том, что рабочий класс не тот, и действительно не тот, и численность не та, но деэндустриализация произошла, конечно, численность не та, ну и характер не тот. Но все-таки я думаю, что вот когда мы говорим о борьбе и классовой борьбе, и против национализма, мы должны, наверное, иметь в виду вот эти классические формулы марксизма, согласно которым мы можем отличить эксплуататора от эксплуатируемого. И, соответственно, разделить и выявить класс пролетариев, не имущих, не обязательно физического труда. Как-то вот мне студенты, особенно сейчас, более пытки, задают такой вопрос. А где тут сейчас грубый физический труд, пролетария-то, они представляют, вот тут на каменоломле работают. Я говорю, нет, это вот пролетарий, это тот, который не имеет средств производства. Так что я говорю, тоже, ребята, пролетарий. Вот. Ну, так вот. Вы не пролетарий. Ну, ладно. Поговорим. На этом я вот, тут я немножко так, извините, я сегодня с 9 утра вещаю, и как-то уже... А вы еще на утро с завтрашнего дня. Ну, это вы про себя, да? Да, я вороват. Это же для того. Ну, мы, конечно, ребята стойкие, но все-таки есть пределы устойчивости. Даже у красных профессоров. Спасибо за внимание. Нет, значит, тогда вот я сяду, присяду. Вы сразу же касаемо. Да. Владимир Петрович, вы не используете старую эстматовскую категорию народности. Это вы специально так делаете? Это бы немножко увело в сторону. И увеличило бы, так сказать, умножило бы проблематику. Немножко расплылись бы, пардон, мы тут. Поэтому я и не стал. Тем более, что, понимаете, вот народность – это такая переходная форма, вот, которая, так сказать, имеет такую относительную устойчивость, я бы сказал. Вот ли, да. Еще вопросы? А, быстро? Ну, не вопрос, тогда приходит к выступлению. Кто желает выступить? Денис. Если объявление, то потом. Нет, не объявление. Вот. Товарищи, вот сегодня Владимир Петрович рассказывал о том, что же такое на самом деле фашизм, национализм, откуда все это появилось. Мы все хорошо знаем, что фашизм и национализм есть порождение, прежде всего, империализма. Нам хорошо известно, что фашистская идеология есть звериная, человеконенавистническая и расовая теория господства одной, так называемой, богоизбранной расы господ над всем остальным человечеством. Нам хорошо известно, что официальная историография говорит о том, что фашизм появился в Италии в 1922 году, потом он появился в других странах. Но почему-то очень часто забывается о том, что у фашистской идеологии, у идеологии националистической, у идеологии расовой, звериной, человеконенавистнической были задолго до официального появления фашизма ее предшественники. Точно такие же звериные, точно такие же расовые, человеконенавистнические идеологии. И что фашизм появился не в 1922 году, а гораздо раньше. Вот об этом почему-то многие забыли, к сожалению. Так вот, необходимо вспомнить о том, что в истории человечества одной из первых и самых древнейших расовых, человеконенавистнических, звериных идеологий была идеология христианства. Христианская религия, сионизм, был первым в истории, когда объявлялась, ну тогда, это вообще идеология христианства, значит, когда впервые объявлялось, что, дескать, одна богоизбранная раса Господь должна повелевать всем остальным человечеством. Затем, затем, в 19 веке в викторианской Англии появился английский. Английская человеконенавистническая идеология, когда был провозглашен королевой Виктории лозунг «Британия превыше всего», что Британия должна повелевать всем миром, что Британия, владычица Малей и других, быть не может. В конце 19 века появились при самодержавной тирании черносотенцы, которые также считали себя богоизбранной расой Господь. Потом уже, после появления черносотенства, начался появляться в Японии японский самурай, самурайская идеология, хотя она там раньше, но она стала человеконенавистнической во время русско-японской войны. Потом уже в Италии, Германии. Но, что самое любопытное, бесноватый Адольф Людоед, Гитлер, когда создавал свою бредовую человеконенавистническую «Майнкампф», он фактически почти слово в слово переписал ее с христианской Библии, заменив всего два слова. Вместо «иудеев» он написал там «арийская раса». А ведь по сути, что христианская Библия, что гитлеровская «Майнкампф», они обе проповедуют одну и ту же человеконенавистническую расовую теорию господства одной, богоинтранной расы на всем человечестве. Все, намешали. Существует Саи Завет и Новый Завет. Вот Новый Саи Завет – это основа. А крестьянство – это не идея, не кого-то. Товарищи, вот эта дискуссия, значит, она наглядно показывает, что бывает, когда люди не держатся определений научных. По этому поводу есть один хороший исторический анекдот. Протон дал в свое время определение человека, что человек – это существо, ходящее на двух ногах, лишенное перьев. Диоген, видя это дело, он ощипал петуха и, ходив по Афинам, показывал, вот протоновский человек. После этого протон добавил в свое определение и с короткими ногтями. Значит, поэтому, когда мы говорим об определении фашизма, надо все-таки держаться того, что вы роботера наука. Заседал Конгресс Коминтерна, и люди там были не группея нас с вами. И товарищ Димитров, вот на седьмом Конгрессе на этом, в 35-м году, озвучил известное определение фашизма, что фашизм – это открытая террористическая диктатура финансового капитала. Ну, там, да, там наиболее реакционных, наиболее шовинистических кругов. И здесь вот поэтому сводить фашизм к национализму, ну, это, вообще говоря, недопустимо. Почему? Во-первых, национализм, вообще говоря, он означает всего-навсего приоритет национального перед другим содержанием, перед Красовым и так далее. И национализм – это, вообще говоря, не обязательно агрессивная какая-то политика. Для агрессивной политики, которая говорит о превосходстве одной нации, одной национальности на другой, вообще другой термин имеется – шовинизм. Хотя эта политика существовала за так годы французского «Сардата Шевине», от которого пошло это, шовинизм, то, тем не менее, это вот надо различать. Вот шовинизм как превосходство одной нации на другой, национализм, который просто говорит о приоритете национального над Красовым, в частности. И, естественно, национализм господствующий Крас всегда использует, ибо господствующий Крас стремится показать себя выразителем интереса всего общества, будь то помещики времен русско-французской войны, или будь то капиталисты времен Первой мировой войны. Это все к тому же идет. А фашизм не обязательно связан с национализмом. Германский фашизм, с шовинизмом, германский фашизм, да, там были сильны вот эти настроения. Что касается итальянского фашизма, там особых таких настроений не было. Что касается испанского фашизма, португальского, позже чилийского, греческого, там таких явлений, в общем, три не было. Если мы говорим об фашизме как о явлении национальном, то тогда получается, что сейчас есть такое явление, как украинский фашизм. Хотя украинского фашизма никакого нет. И чей финансовый капитал сейчас заправляет этими фашизмом на Украине, фашизм на Украине есть, но чей финансовый капитал он заправляет, это понятно. Тот же, как и Бандера, не был украинским фашизмом. Не укрывайте. Американский, конечно же. Американский, а вы что, не знали, что ли? А надо было, чтобы герахминская. У меня лекция для одаренных, не лекция, а выступление. Для одаренных. Вот. Значит, и Бандера не был украинским фашистом, это был германский фашист, который стоял на службе у германского финансового капитала, в германской форме он выступал. И никакого фашизма, да, итальянского фашизма не было. Еще в 15-м году была резня армян. И эта резня армян, она вообще говоря, под фашизм не подпадает. Она вот, а фашизм впервые себя, как диктатура крупного, диктатура финансового капитала, он себя показал в Италии до 22-го года не было. Вот. А не надо на всякие ужасы, которые были там в Ветхом Завете описаны, и там при взятии Чингисхана, там городов, все это списывать на фашизм. Фашизм это, естественно, не было. Вот. Так вот это вот определение, оно вот и показывает, что такое фашизм, и почему вот сейчас на Украине чей фашизм, и почему там Карамойский и прочие активно с этим сотрудничают. Вот, в общем-то, что я... Ну, я, прежде всего, хотел бы сказать, что мы очень интересную лекцию прослушали. Вы согласны? Очень. Спасибо, что благодарите. Я вовсе не благодарю, я совершенно объективную, на мой взгляд, субъективную, даю оценку. Очень интересные лекции, и всегда, когда Владимир Петрович приходит, он такие интересные лекции. Читает, которые заставляют всех нас задуматься. Вот я тоже задумался, и хочу сказать, что вот прослушав такую лекцию, можно прийти к главному выводу, по-моему, он центральный. Я думаю, что Владимир Петрович, он в заключительном слове будет что-то говорить. Он, я думаю, не будет от этого отказываться, что главный вывод, что национализм – это явление, которое порождено интересами буржуазии. Или интересами мелкой буржуазии. Потому что мелкая буржуазия – это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Он тоже обуреваем стремлением выйти в люди, стать настоящим хозяином. Он тянется к буржуазии по всем своим повадкам, по всем своим действиям. И поэтому в этом смысле можно сказать, что источником национализма являются интересы буржуазии и мелкой буржуазии. А если мы говорим, скажем, о других явлениях, более конкретных, таких как определенные действия части буржуазии, ну, это уже детали. Но надо понять и усвоить – это самое главное. Мне кажется, вот если человек, который прослушал такую лекцию, усвоит, что национализм – это явление буржуазное, то это будет очень важно. Очень важно. Потому что патриотизм уже под это не подпадает. Потому что национализм означает, что я заботюсь только, ну, как характерно для буржуазия, для мелкого уже только о себе. Только о себе, только о своем хозяйстве, только о ближних. И даже вот это есть, вот о ближних, забота вот в этом самом источнике, который вы, Дмитрий Олегович, употребляли. О ближних. А Ленин говорит, надо о дальних заботиться, а не только о ближних. Так вот, эта забота только о себе или, так сказать, о своей семье, или о своем, так сказать, вот, только о хозяйстве, которое характерно для мелкого буржуа и для любого буржуа, в том числе и для монополиста, она и есть источник национализма. Вот это первое и самое главное. Я хотел бы это подчеркнуть и сказать, что я полностью вот эту позицию разделяю, поддерживаю и считаю, что это самое главное. Что касается вот того, что нужно держаться определения, я бы тоже предъявил некоторые, так сказать, замечания и претензии. И даже вот к тому, что высказывал Иван Михайлович, потому что он не всегда определение полностью высказывал. Например, в самом последнем своем пассаже он говорил, что это диктатура финансового капитала. Это никак не характеризует фашизм. Диктатура финансового капитала может прекрасно быть и без фашизма. Диктатура финансового капитала была в Соединенных Штатах Америки, которая боролась с фашизмом. Диктатура финансового капитала была в Великобритании, которая тоже вместе с Советским Союзом боролась. Поэтому, если уж говорить об определении, а в определении это качество одно. Одно. Мешок, куда схваливаются разные признаки, и потом по этим признакам там есть, нет, начинает их тусовать, вытаскивать то один, то второй. Я думаю, это будет неправильный ход событий. Надо взять один, одно качество, если строго следовать понятию определения, которое в налоге и логике дано, качество, которое есть в себе, в простом нечто, то есть которое сохраняется в изменениях, и сущность находится в соединении с другим моментом этого нечто, с в нем бытием, то есть проявляет себя во всякой борьбе противоположностей. Вот если какое-то качество сохраняется при самых разных перипетиях, и в самых разных странах, и при разных самых событиях, вот это качество, которое не раз только проявилось, и не сменилось на другой, на третий, на четвертый, чего очень многие не понимают. В том числе люди, вполне совершенно однозначно, вроде из коммунистических рядов, у нас вот были такие переговоры, я вот в Афинах разговаривал с товарищами, в Греции у меня сложилось тоже впечатление, у них не случайно, а портрет Димитрова стоит вот так вот в углу, около двери, он уже снят оттуда, и как-то так они не очень уважительно относятся к определению, которое дал Коминтерн Ашизма. Вот я говорю, что если тут вот строго подходить к этому, то безусловно надо различать, скажем, патриотизм, это просто любовь, патриотизм, любовь к своей Родине. Понятно, что Родина бывает в разных ситуациях, поэтому по-разному надо ее воспринимать, я вот совершенно согласен с тем, что говорил, бывают такие моменты, когда складывается там какое-то единство, даже противоположных классов временно и так далее. Ну, патриотизм это одно, а национализм вообще-то это другое, это вообще явления буржуазные, а не феодальные. Тут никаким, так сказать, вот барином своим и отцом своего капиталиста, в общем-то, рабочие не считали, даже темные, потому что не хотели. Все равно его считали, так сказать, кровопийцей и эксплуататором. Поэтому вот тут, так сказать, сказать, что это патриотизм, тут надо говорить, что это национализм. А вот если мы скажем шовинизм, то шовинизм – это не расовое превосходство. Шовинизм – это ненависть к представителям другой нации или национальности. И для шовинизма безразлична. У вас нация другая или национальность? Ненавижу. Все. Потому что вы не такой нации или национальности, как я. Так можно трактовать шовинизм. Ну и, соответственно, если теперь мы берем определение фашизма, которое я бы все-таки предлагал отнестись к нему более внимательно, это открытая террористическая диктатура, а не просто террористическая диктатура. Пропустили открытую. Нет. А у нас есть запись. Было было. Проверим. Проверим. Поспорим на 10 тысяч рублей, и кто-то озолотится. Значит, открытая террористическая диктатура, и в этом смысле, Владимир Петрович, у нас при Ельцине была открытая террористическая диктатура американского финансового капитала во время стрельбы по Белому дому, когда глава государства, не имея никаких на это конституционных полномочий, что зафиксировано было председателем конституционного труда Зорькиным, который сейчас тоже председатель конституционного суда, разогнал, как он собирал, говорил к чертовой матери, не просто ведь разогнал, он же стрелял по Белому дому из орудий. Такого никогда и нигде ни в одной стране не было, поэтому мы сейчас смотрим на то, что происходит на Украине. Ну, я думаю, что в России был показан фашизм круче. Там никто думал, не расстреливает, по крайней мере, из танковых орудий. А у нас и думу расстреливали. Ну, а само собой там людей, которые рядом защищали Белый дом, просто убивали. Верховный совет. Верховный совет. Ну, я имею в виду Белый дом, наш Верховный совет. Он же тоже Белый. По цвету. Вот, поэтому я думаю, что если мы вот это вот слово уберем открытое и террористическое, террор – это ужас. И что делают сейчас, так сказать, украинские халуи американского фашизма, то есть американского финансового капитала, который учинил открытую террористическую… Они наводят ужас на жителей Донбасса и Лугаса. Именно ужас. И не только на них, и на нас, на всех ужас. Вы посмотрите, увидите, как вот только стоял человек, нет человека. Человек, так сказать, дети, женщины погибают, мирные люди. Зачем убивать человека? Чтобы ужас навести. Никак не могут понять, зачем они это делают, почему они не бьют по ополченцам. А зачем им нужно бить по ополченцам, если они фашисты? Фашисты должны бить не по ополченцам, а по тем, кто позволяет навести вот этот самый ужас. И они это и наводят. И они остановились в этом тогда, когда начали также им отвечать, то есть с ними начали воевать, с фашизмом стали активно вести борьбу. И когда, в том числе и российское государство оказало помощь, и в этом смысле действия эти и вполне антифашистские, и мы должны это зафиксировать, несмотря на то, что оно совсем не поменяло свои классы и природы. И это, конечно, тоже явление временное еще. Мы не знаем, как будет развиваться событие. И насколько это будет последовательная поддержка, это уже еще большой вопрос. Но, во всяком случае, это антифашистские действия. Вот я думаю, что если мы вот так будем строго держаться, у нас, я думаю, будет более правильная картина того, что происходит на Украине. Поэтому, когда вот мы говорим о том, что вот средства массовой информации. Да не пишут средства массовой информации про украинский, про американский фашизм на Украине. Не пишут. Это вот мы так говорим. А они пишут про фашизм, чтобы думали, что фашисты украинцы. А украинцы, между прочим, воевали вместе с русскими, и с армянами, и с грузинами против немецкого фашизма. И, сказать, героически погибали. И поэтому то, что сейчас происходит, когда просто говорят фашизм, это означает и оскорбление национальных чувств, между прочим, украинцев и украинского народа. И я думаю, что в этом отношении оскорблять можно чувства как нации, так и национальности. Поэтому я, например, такое оскорбительное высказывание, что россияне, например, никогда бы не употребил Владимир Петрович. Который говорит, что вы за ним повторяете? Это россияне. Нет такой нации россияне. Потому что вы говорили о культуре. Нет россиянской культуры. Есть культура русская. И есть культура украинская. И есть культура белорусская. И есть культура узбекская. А вот поэтому, а если вы хотите более мелкое деление, для этого есть понятие великоросс. Есть великороссы, есть малороссы, есть червонороссы, мелорусы. И статья Ленина называется «О национальной горости». Ну, не россиян. А национальной горости великороссов. И три русских революции какие были? Россиянские, российские? Россия была царская. А революции были какие? Русские. И Сталин, который спасибо говорил русскому народу, говорил не потому, что он особенно любит русский народ, а другие не любит. Вот те, кто не любит другие народы, те националисты. Те, которые ненавидят, те шовинисты. А те, которые отмечают роль той или иной национальности, в данном случае и нации, и национальности, в историческом действии, это, я думаю, марксисты вполне, и коммунисты. Я думаю, что если мы правильно будем читать тот главный интернационалистский лозунг, который у нас есть, «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», там не написано, что пролетарии безнациональные, безродные космополиты, объединяйтесь. Там написано «Пролетарии всех стран», то есть французские пролетарии, со своей культурой, со своим языком, со своей экономикой, со своими особенностями, соединяйтесь с британскими, с английскими, соединяйтесь с русскими, с украинскими, с еврейскими и так далее. Поэтому я думаю, что сказать, что для фашизма характерен, что это разновидность национализма, это совершенно неверно. Вот с этим я совершенно не могу согласиться, я соглашаюсь тут вот с тем, что говорил Иван Михайлович. Конечно, таких фашизмов, которые были бы связаны именно с национализмом, очень мало. Да, это нацизм тогда. Вот фашизм, который связан с национализмом, это нацизм. Нацизм один, немецкий. Больше нет примеров. А вот шовинизм, вот сейчас у американцев шовинизм, там это, в общем, необычный национализм. Это просто вот, а если ничего не стоит объявить страну изгой. Вот Иран изгой. Вообще не должно быть этой страны, просто руки не дошли ее уничтожить еще. Не долетели самолеты, бомбы еще не сброшены. Ливия, изгой. КНДР, изгой. Вот шовинизм. Шовинизм – это понятие более широкое, чем просто национализм. Это пренебрежение. Там не говорится о том, что это более низкая района. Вообще этой страны быть не должно. Страну надо это уничтожить. То есть мы должны, я думаю, вот этот богатый набор понятий, и каждый имеет свое определение, мы должны правильно употреблять. И я думаю, что, конечно, фашизм не разновиден с национализмом. Фашизм может быть связан с национализмом, может быть, не связан. Или в большей мере связан, и больше не в меньшей мере связан. Ну, какой может быть национализм в Греции? Ну, о чем он говорит? В этом смысле нацизм в Греции? Ну, странно даже говорить. По отношению к кому? К грехам же? Или там, в Испании? Ну, какой? Или у нас какой был национализм у Ельцина? А фашизм был. Руками Ельцина американцы проводили здесь у нас фашизм. Стреляли по Белому дому. Уничтожали демократические органы. Почему? Это открытая теоретическая татура. Надо уничтожить выборы, голосования, конституционные буржуазные органы и так далее. И в этом смысле, а как тогда понимать, что у нас борьба, скажем, Великобритании и США, явно империалистических держав вместе с Советским Союзом, борьба против немецкого национализма? Ну, это очень, я бы считал, мелкое. Она все-таки борьба была за то, чтобы восстановить демократию. Только у нас своя была демократия социалистическая, а у них своя, буржуазная. И, в общем-то, можно сказать, что вот эта борьба оказалась победоносной. И в этом смысле фашизм исторически похоронен. Он не такой, но похороны исторически в истории бывают так. Похороны были, а этот, так сказать, погибший может снова вылезти и опять замахать руками, кулаками и вот себя проявить, например, на Украине. Вот у меня такие вот соображения, Владимир Петрович. Я думаю, что вы как-то на них среагируете. Может быть, и не согласитесь, а может, с чем-то и согласитесь. Спасибо. Спасибо вам за голосовую, чем все. Миктор, так же можно. Тут есть, конечно, и дискуссионные моменты. Я, пожалуй, не буду даваться в этой дискуссии, поскольку это еще требует какого-то времени, разворота. И сил, уходящих сегодня из меня, нет сил, честно скажу, просто сегодня я уже на последнем излете, вот дожить до новых. Так что, да, ну вот, так что тут, конечно, можно согласиться с некоторыми уточнениями, замечаниями, отчасти вот тут, значит, Михаил Васильевич, отчасти меня поддержал, отчасти поддержал. Тех, кто, так сказать, со мной был не согласен. Ну и я думаю, что, в общем, мы вместе истину-то добудем, должны добыть обязательно, вот уточнить терминологию, безусловно, уточнить терминологию – важный момент из этого, как старик Аристотель нас еще учил, если не уточнили термины, то все дальнейшие дискуссии, то есть закон тождества надо привести к закону тождества, вот все используемые термины, иначе все дискуссии превращаются просто в сотрясение воздуха, да. И будут даже вредны более чем полезны, и тем более вот наши эти собрания. Так что я думаю, что вот как раз тут мы с обоюдной пользой друг для друга, вот поговорили, у нас получилась даже не учеба, дискуссия, да, такая. А в таких вариантах всегда больше усваивается, да, чем просто, так сказать, менторски, с высоты какой-то там. Вот, тем более я вот лично по национальному вопросу прямо скажу не специалист, я специалист в области онтологии, теории познания. Так что спасибо за товарищескую критику, за внимание, и надеюсь, что действительно бесполезна наша встреча, я даже уверен на этом была. Продолжение следует...